После того, как Саулета с Булатову дважды причислили к числу умерших, материалы о ней вышли не только в местных СМИ, но и на уровне республики. Проблемой пенсионерки занимались полицейские, прокуратура и госорганы. Ошибку в базах данных исправили и обещали, что больше это не доставит бабушке неудобств. Объяснили это тем, что в базе, возможно, произошел сбой. В государственной базе физических лиц некорректно были указаны данные. Были внесены данные о ее смерти, то есть в базе она числилась умершей. После чего были приняты мероприятия через наш областной департамент, в то время филиал, были приняты меры с базой и с СОН убрали, что сведения откорректировали. Но между тем, откуда тогда взялся номер свидетельства о смерти, который указан в документах, остается загадкой. Некоторые представители госорганов предполагают, что умерла ее полная тезка. Но как тогда объяснить один и тот же день рождения у этих двух женщин? Наш руководитель Екибастуцкого ЗАГС созвонился с этим ЗАГСом. Какой регион? Да. И там сведения поступили, что действительно такая бабушка жила, действительно у Хать Сполда, сына обратился. Вот эта актовая запись возникла на основании заявления ее сына. Там даже медицинское заключение есть. А почему мои единицы туда уходят тогда? Это хороший вопрос. Это необходимо задать вопросу, кто внес эту актовую запись. В такое совпадение верится с трудом. Но кое-что все-таки прояснилось. Саулета с Булатовой выдали свидетельство о смерти ее отца. Кто войну прошел, кто мой отец знает, они, наверное, скажут точную фамилию. Он воевал, ни одной медали нету. Медали все продали. Дом продали отцовский. Нету, ничего мне не досталось. Единственное, я просила тогда медали, как единственная дочь, мне не дали. Позже ни медали, ничего не оказалось. Вот я даже фронтовиков не могла поздравить. Я хочу сказать всем, кто знает моего отца, может кто-то купил медали, может быть, медали важны. Хоть бы показали бы документ на медали, чтобы я действительно правильно носила свою отцовскую фамилию. Больше мне ничего не надо. Представители областного и местного цонов уже не в первый раз приходят к Сауле Сарсибаевне, чтобы помочь в ее проблеме. Теперь бабушка хочет, чтобы нашлись награды ее отца Сарсибаевта с Булатова. Или хотя бы документы к ним, чтобы узнать, как правильно пишется ее фамилия. Теперь хочу узнать о своем отце. Кто купил, может, медалей. Может, там документы есть, фамилии. Я хочу достойно носить своего отца фамилию. Помогите мне, пожалуйста. Я очень прошу вас. Еще одна проблема, которая усложняет жизнь пенсионерки, с ее слов ее не ставят в очередь на землю. Теперь разрешилась и эта проблема. Вот только компетентных в этом вопросе людей, готовых прокомментировать ситуацию, в отделе земельных отношений сегодня не оказалось. В последующих выпусках мы расскажем о развитии этой истории. НУГОДИВОДИВОДИВОДИВОДИВА